В Ченате США представлен обновленный законопроект реформы системы здравоохранения. Его главные задачи не претерпели изменений. Во-первых, отменить реформу, проведенную в 2010 году в президентстве Барака Обамы, Обамакэр, а во-вторых, заменить ее новой системой медицинского страхования, которую уже называют Трамп-кэр. Это один из главных проектов президента Трампа. В недавнем еженедельном обращении к нации Трамп рассказал об американских семьях, которые страдают от реформы Обамы, и в очередной раз напомнил, что Обамакэр доживает последние дни. Однако опубликованный в понедельник доклад исследовательского фонда Kaiser Family Foundation показал, что Обамакэр скорее жив, чем мертв. Несмотря на очевидные проблемы, ситуация на рынке медицинского страхования стабилизировалась. Ранний республиканский проект закона получил негативную оценку бюджетного офиса Конгресса, который пришел к выводу, что он придет к значительному увеличению числа американцев, не имеющих медицинской страховки и усилению налоговой нагрузки на наиболее бедные слои населения. В последние недели стало очевидно, что проект отмены Обамакэр, который поддерживали большинство американцев, перестал вызывать энтузиазм. По данным службы Гэллоп, в начале июля Обамакэр одобряли 53% жителей США, не одобряли 44%. Заметно меньше поддержка у республиканского законопроекта. Опрос, проведенный газетой USA Today, показал, что только 12% американцев поддерживают его. В последние дни перед Капитолием регулярно проходят демонстрации противников Трамп Кэр. Новый законопроект будет направлен для изучения в бюджетный офис Конгресса. Республиканские лидеры Сената США решили сократить летний отпуск сенаторам на две недели, чтобы завершить работу над законопроектом. Если законопроект будет принят, он должен пройти согласование с законопроектом, принятым в Палаты представителей. После этого он будет направлен к президенту на утверждение.